Сначала приходит бригада, дезинфектирует, потом мы заходим, протираем поручники, конечки. В сложный эпидемиологический период в сауне маршрутного такси места, вирусам и бактериям, нет. Иначе и не может быть. Уборка транспорта проводится ежедневно с 4.30 и до 7.30 утра. Специальные мобильные бригады распыляют хлор, содержащий состав, рекомендованный Роспотребнадзором, а потом протирают поручни, сиденья, двери, все поверхности, которым может прикоснуться человек. Ежедневно санобработку проходит более 1400 единиц подвижного состава, из них около 600 маршруток. Профилактические меры проводятся комплексно. Водители снабжены средствами защиты и регулярно напоминают пассажирам о мерах безопасности. А те, кто пренебрегает средствами защиты, просят либо надеть маску, либо немедленно покинуть салон. Меры ужесточились с прошлой недели по решению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Не лишними они будут и в качестве профилактики сезонных ОРВИ и гриппа. Водители все соблюдают масочный режим. Сотрудниками контрольно-ревизионной службы контролируется наличие маски у водителя и то, как водители требуют с пассажиров наличие масок на пассажирах. Периодически возникают конфликты с пассажирами, но большинство пассажиров нормально реагируют на замечания водителя и используют маски. Все компании-перевозчики в Самаре И-6 обязаны регулярно дезинфицировать транспорт и инструктировать персонал, выходящий на линии, нацеливая его на соблюдение всех действующих ограничений и профилактических мер. Только эта организация обслуживает порядка полутора десятков маршрутов. Задействуют почти 400 автобусов. Пассажиры все с пониманием относятся к этому. Ну, некоторые единицы бывают, которые без масок. Напоминаем, люди без вопросов одевают. Все все понимают. Мы ее меняем каждый час. В принципе, уже привыкли. Ежедневно сотрудники предприятия и руководство профильного департамента проверяют соблюдение масочного режима и напоминают пассажирам, как важно носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других. Напомним, по поручению главы Самары Елены Лапушкиной, контроль во всех видах общественного транспорта ужесточен. А для участия в рейдах количество бригад увеличено втрое. Это позволяет проконтролировать больше транспорта как в утренний час пик, так и в вечерний, в том числе и днем. Во время этого рейда все пассажиры оказались сознательными и ни одного не пришлось высаживать из маршрутного такси. Татьяна Танконогова в общественных местах всегда надевает маску себе и ребенку, в том числе и в маршрутном такси. Говорит, заметила, что сейчас большинство в масках, но попадало в ситуации, когда кто-то отказывался надевать средства защиты и автобус стоял на остановке. Конечно, неприятно, но я же не могу ничего сделать. Хочется попросить, оденьте, пожалуйста, маску, не задерживайте людей. Халатное отношение к себе, к своему здоровью. Они сами решают, надевать нас масками или нет, обезопасить таким образом себя или нет. Я сразу изначально в маски ехала, я за собой слежу, надеваю масочный режим, за свое здоровье сама отвечаю. В сентябре только из наземного общественного транспорта высадили более 300 человек, отказавшихся надевать средства защиты. В метрополитене с начала месяца не допущено к поездкам более 1 тысячи человек. Мы останавливаем автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутное такси, проверяем, чтобы все пассажиры выполняли установленные требования. Требования масочного режима и социальной дистанции у нас также никто не отменял. Если вы стоите на остановке и к вам подошел автобус, и вы понимаете, что зайдя в него, вы не можете соблюдать социальную дистанцию, а вы ее соблюдать обязаны, вы, пожалуйста, дождитесь следующего автобуса или следующего трамвая. В метро у нас ситуация чуть попроще, там все-таки у нас есть турникеты, и поэтому люди без масок просто не допускаются у нас в подземку. Это примерно 300 человек в неделю. Проверки масочного режима будут продолжаться, пока действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Самарцев просят пользоваться транспортными и банковскими картами для оплаты проезда и по возможности минимизировать количество поездок в общественном транспорте. В Самаре сотрудники транспортной сферы, чтобы минимизировать риски заболевания гриппом, а также повысить иммунитет к другим вирусным заболеваниям, делают прививки прямо на базе своих предприятий.